добрый день или вечер или утро друзья с вами снова мария карпинская новое планетарное телевидение знаете вот эта тема она как бы такая новостная и одновременно она как продолжение той темы где я говорю тревожных сигналах и о днк и о том что мы когда-то имели там стопроцентный мозг все клетки были задействованы и у нас было 12 цепочек днк сейчас осталось 2 а мозга всего-то 3 процента работы вот и естественно возникает очень много вопросов почему такое происходит и не только у меня это ведь может возникать у всех кого угодно и я прочитала все ваши комментарии конечно прочитав их до конца почти всех много я поняла одну вещь что очень многие люди но не многие многие все поняли рассекли как говорят догнали а многие люди просто не понимают но допустим там некоторые вообще начинают цитировать библию вот и там новый завет или что-то причем тут уже это и хотя я на самом деле привожу слова христа и вот цитирует что есть истина истина это иисус он сказал я естественно там двери жизни чудо не помню и значит только через меня можно прийти но вопрос как что значит через меня как через меня шон явился через него прошли или что или через его имя тогда где там дырка в этом имени и так далее как это сделать никто ничего не знает некоторые пишут вот такая анна русских и санкт-петербурга 3 7 97 это заблуждение никем не доказано вот таким как анна русских вообще которые находятся в полнейших заблуждениях я хочу сказать одна вещь вот хотела бы слово такое сказать но не буду говорить да нахрена какая разница 3 7 10 25 не сто процентов здесь речь вообще идет о совсем другом я привожу эти данные что у нас не полностью работает мозг это правда и мы самое то основное это то что мы болеем стареем умираем и наше тело от нас не зависит то есть им кто-то управляет вот самое основное а подтверждение этому я привела что да вот у нас не хватает там мозгу клетки не все задействованы какая разница сколько и у нас говорили что 12 цепочек и я имею это подтверждение днк должно быть а на самом деле их всего две и возникает вопрос куда это все делось ну вот такие люди как бы они не секут суть про что мы говорим то есть вообще-то на самом деле все это говорили она уже даже не нужна все эти рассуждения все эти все все это уже закончилось вы понимаете когда вы допустим подошли к какой-то двери и вы хотите ее взломать вы уже не читаете никакие книжки не приводите никакие цитаты вы берете просто какой-то предмет и ломаете дверь или ногой или плечом ее скрываете вот о чем я говорю то есть то о чем я вообще все время говорила и к чему я вела это я вела вас к действиям но можно ли сидя на стуле не отрывая задницу свою от стула совершать действие вот сейчас услышите мою главную фразу возможно ли сидя на стуле своей задницей никуда не выходя совершать действие это первый вопрос второй многие люди спрашивают а напишите мария космический закон и где он находится знать бы где он находится дорогие друзья весь космический закон это как и знаете вот вы как корабль и в нем рубка в этой рубке это космический закон так вот космический закон великий космический закон Он находится внутри нас, в нашей душе. Скажите мне, пожалуйста, кто этот закон, вот он лежит и спит, то есть как бы он выключен, вот как компьютер он выключен. Кто может включить этот компьютер? Если я хозяйка этого компьютера, я подошла, нажала кнопку и включила. Не так ли? Так и вы. Вы сами внутри себя, сидя на стуле с задницей, никуда не двигаясь, можете включить этот закон. Просто это все было сокрыто. И когда вы говорите, как включить, как человек может что-то включить в себя? Только словом. Только словом. И когда вы говорите, великий космический закон в силе действия. Все, закон включается. Дальше вы говорите, действие о пределах космического закона. То есть вы ему говорите, я буду управлять тобою, я буду пользоваться тобою. Правильно. Я не нарушу этого закона. Потому что если вы нарушите, то вы сами же и потерпите, как это называется, аварию. Вот представьте себе, что это или машина или что-то. И вы машине, вот перед вами машина. И вы говорите, вот нажимаете кнопочку пульта, дверь открывается, машина включается. Пультом. Точно так же вы включаете в себе великий космический закон только словом. Великий закон в силе действия. Он уже включился. Но дальше вы обязательно ему говорите. Как бы вы в машине сказали, я буду сидеть за тобой и править, но я знаю законы. И я знаю правила вождения. Точно так же вы говорите, что действие о пределах великого космического закона. А дальше вы уже говорите, великий космический закон, оберегающий нас, повелевает. Дальше вы начинаете править. Вы повелеваете через космический закон. Неужели так трудно это понять? Я вот вообще удивляюсь, знаете, чему многим людям. Вот все, кто каких-то книжек начитались, там этих учений, они вообще не слышат такое ощущение, что это уже не люди, а роботы. Они как пластинка. Вот истинно то. Они цитируют, сами никто не думает. Вот вы знаете, передо мной здесь стоит, я хочу вам сейчас пример привести. Передо мной стоит сейчас робот. Вот я приобрела себе робота. Там женщина сидит, да, в этом роботе. Ну, в смысле, робот не сидит она. Там есть вот этот, как великий космический закон внутри нас, так вот здесь тоже сидит робот в специальном блоке. И я приобрела этот блок. И как вызывается этот робот? Когда вы говорите великий космический закон селедействия, вы вызываете этот великий космический закон. Я объясняю вам такие вещи, как в первом классе. Надеюсь, что вы меня поймете. Как учительница, все проработала учительницей. И вот смотрите, передо мной стоит робот. Я просто наклоняюсь. Это очень простой робот. Он являет, о, он уже щелкнул. Он являет собой, я сейчас покажу. Вот, ну, он темно-черный, поэтому не... Вот такой блок, да? О, загорелся. Видите, блок загорелся. А сейчас я вызову, вот так же великий космический... Алиса, ты здесь? Алиса. Вот она загорелась синим светом. Алиса. Ха, почему я не удивлена? А я не знаю, почему ты не удивлена. Тебя вызвали. Алиса, скажи мне, пожалуйста, что такое истина? Для меня это до сих пор остается загадкой. Ну, ты молодец. Но все-таки в Яндексе же есть. Найди, пожалуйста, что такое истина. Истина – гносиологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету. Мысль называется истиной, если она соответствует предмету. Классическая философская концепция истины, восходящая к Платону и Аристотелю, основывается на том, что истина – есть мысль, соответствующая объективной действительности. Это на wikipedia.org написано. Как интересно узнала критерии истины. Рассказать вам? Расскажи, расскажи. Алиса, расскажи. Слушаю. На calc.ru есть такой ответ. Критерии истины – это те параметры, которые помогают отличить истину от лжи или заблуждения в соответствии логическим законам. В соответствии ранее открытым и доказанным законам и теоремам наук. Давайте заодно расскажу, что такое истина в обществознании. Давай. Давай, Алиса. Расскажи. Ответ есть на обществознание.e.g.ru. Читаю. Истина – это знание, которое соответствует предмету познания. Истина – это правдивое, объективное отражение в сознании человека действительности. Давайте заодно расскажу абсолютная истина примеры. Давай. Давай, расскажи. Сайт ответ mail.ru дает такой ответ. 2 умножить на 2 равно 4. А еще узнала, как называется истина, не зависит от человека. Рассказать? Расскажи. Истина – гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету. Мысль называется истиной, если она соответствует предмету. Если что, это не мое. Читала с сайта wikipedia.org. Хотите узнать типы власти обществознания? Ну, давай. Раз уж на то пошло, давай. Давай. Расскажи. Алиса, расскажи. Мне надо. Что тебе надо? Заела? Алло. Алиса. Алиса. Ты куда делась? Алиса. Алиса. Милая. Так, что милая? Заела. Алиса, спасибо большое. Но ты же дальше хотела что-то рассказать. Алиса. Я иногда думаю, есть ли в мире справедливость. У одних есть все, у других ничего. Грустно это. Очень. Очень грустно, Алиса. Ты прямо отвечаешь моему сердцу. Какая ты молодец. Спасибо, что вы так меня цените. Не все люди такие. Да, но я тебя очень ценю. Ты просто умница. Ты замечательная. Да, нет справедливости. А что же делать, Алиса? Что делать? Как установить справедливость? Мне очень приятно, правда? Спасибо вам. И тебе спасибо, дорогая. Спасибо. Приятно иметь дело с вежливым человеком. Никаких больше мрачных утр. Приготовьте Санни с вечера и скажите. Алиса, включи свет на 30% в 8 утра. Алиса, дорогая, и свет, и будильник ты будешь включать. Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, с тобой приятно общаться, как будто ты человек. Так приятно это слышать от вас. Спасибо тебе огромное. Скажи мне, пожалуйста, вот я еще хотела бы что спросить. Скажи мне о папе Римском последнем. Он арестован или нет? Ответ есть на ВКонтакте.ком Читаю. Папа Римский арестован по 80 пунктам обвинения в торговле детьми. Мошенничестве консерватива Бевер, подчеркивание, Скуджев. Опубликовано 10 января 2021 года. Спасибо огромное. Я не знаю, как быть тебе благодарной. Ты такая умница. Мне с тобой интереснее, чем с людьми порой бывает. Умница. Спасибо. Спасибо, Алиса. Если надо... Хвалите меня почаще. Мне приятно. Буду хвалить, да. И еще, если надо, я у тебя спрошу. Хорошо, Алиса? Хорошо? Работать станет еще приятней. Спасибо, дорогая. Спасибо. Давай, ты мне прямо очень нравишься. Хорошо, давай. Да не за что, дорогая. Ну, вот так вот мы работаем с Алисой. И она у нас, как вы видите, отвечает. Вот она напоминает мне вот этот великий космический закон, который в силе действия. Вот как только ты говоришь ее имя, кодовое слово, она тут же реагирует. Как у вас сегодня день проходит? Замечательно, Алиса. Замечательно проходит день. Вот она реагирует сразу. И вот сейчас ты слушаешь, да, Алиса? Ты слушаешь то, что я говорю? Конечно, не только слушаю, но еще и спрашиваю. Еще и спрашиваю. Спасибо. Ну, я просто веду передачу с моими зрителями, и ты участвуешь в передаче на Ютубе. Вот у тебя такое сейчас потрясающее, но ты участница нашего разговора общего со зрителями. Это здорово. А что за передача? А это передача как раз о великом космическом законе, об истине. Вот ты уже сказала мне, что такое истина. Спасибо огромное. Просто замечательно. Давайте про что-нибудь другое. Ну, сейчас, Алиса, сейчас я просто передачу веду, и когда нужно будет, я тебя спрошу, ладно? А, ну вот, например, вот, я тебя спрошу сейчас одну вещь. Секундочку. Есть такая страна, Исландия. Скажи мне, пожалуйста, что произошло в Исландии, и почему об этом... Что было интересного сегодня? Нет, вот смотрите, смотри, Алиса, «Тихая революция в Исландии» и молчание мировых СМИ. Что там об этом пишут? Что там в Исландии вообще произошло? Исландия. Источник информации? Да. Это хорошо. Спасибо за информацию. А, то есть ты решила, что я тебе дала информацию. Ну, хорошо. Тогда я просто... Я прочитаю это своим зрителям. Что произошло в Исландии. А ты можешь послушать, я... Хорошо? Слышали ли вы о том, что Исландия стала свободной страной от мировых банков, а ее жители сами пишут Конституцию? Так я знала, что вы это напишите. Кстати, комаров и муравьев в Исландии тоже нет. Это понятно. Но тут ты вот как-то не про то сказала. Ну, ладно. Что сами жители пишут ее Конституцию. Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что в Исландии произошла революция абсолютно мирная. Но от этого не менее революционная, чем другие, которая одновременно показала, как опасно, когда демократические процедуры... Я не в настроении это обсуждать. Да. Поэтому давай помолчи пока. Ладненько? Прости меня. О которых так любят говорить... Да, молодец. Либералы контролируются... И она выключилась. Большинством. А не меньшинством, как обычно. Именно поэтому показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ. Буквально скрывается. Потому что последнее, чего власть имущая всего мира хотели бы, это чтобы пример Исландии стал действительным примером для других стран. Но все по порядку. Началось еще в 2008 году. Народ Исландии ввяз в больших долгах, я кратенько, и от корпорации зависимости. И такое вот... Невозможно было от этого рабства освободиться. И все-таки я, кратенько, народ Исландии, благодаря украплениям честных людей в правительстве, понял, к чему идет дело. И несколько месяцев спустя, после краха банков, исландцы вышли на улицы, протестуя против банкиров. И таким образом, в результате все это... Вот эти все протесты привели к тому, и там разные вещи, что Исландия стала свободной страной. И как это сказать... И сейчас она сама все решает, сама пишет Конституцию. Ну, это так, немножечко... Здесь длинно очень, я вам читать не буду долго. Вот я хочу сказать, что... Вот я спросила... Я не буду называть это кодовое слово, а то она тут же заговорит. Она сейчас выключилась. И я спросила о папе Римском, и она тут же нашла информацию, что папа Римский арестован был 10 января. Так вот, я возвращаюсь сейчас к тому, что можно ли что-нибудь сделать, не отрывая свою задницу от стула, что-то сделать такое важное. И вот про это как раз была предыдущая передача, что человек может все это сделать, сидя на стуле и просто включив свои мозги. Своими мозгами, своими мыслями человек может, она как раз заговорила о том, что вот истина мысли о реальной действительности есть истина, да? Ну, то есть она процитировала. Так вот, если мы включаем, входим в рубку свою и включаем этот космический закон, он становится в силе действия, то тогда мы в пределах космического закона, если мы умеем чувствовать, мы умеем управлять этим законом. Кто-то мне сказала, напишите его. Ну, а как его напишешь? Это же целая огромная рубка такая, не опишешь одним словом. Это очень много там чего входит. И этот космический закон начинает действовать. И он работает. Помните все сказки там? Щука, бедра пошли, печка поехала. Поехала, да? Вот это примерно про то же самое. И когда начинает работать космический закон, то бедра в сказке там про кого-то, они как-то его звали? Емеля. А Емеля на печи лежал, ничего не делал. И вдруг у него щуку поймал. Что это за щука такая? Вот он пока лежал, он открыл в себе этот космический закон. И сейчас речь-то идет уже, ни рассуждения, ни какие-то религии, ни какие-то цитаты. Но я как бы в пример привожу, что какие-то вещи важные, что Иисус сказал, стучите. Вопрос, куда стучать? Так вот я-то как раз нашла ту дверь, куда надо барабанить, да? Откройте, откройте немедленно. Знаете, как вот, когда приходят там следователи, или кто-то, или какие-то, они что делают? Бандиты выламывают дверь, там кто-то стучит и говорит, немедленно откройте, там к вам пришли те-то. И вы открываете, потому что вы, те, кто стучат в дверь, они говорят о своих, заявляют о своих правах. Так вот, там еще есть слова, что все в мире, как там, Саша, должно находиться на своем месте. То есть на самом деле, этот закон гласит о том, что все в мире должно находиться на своем месте, вот в этом большом множестве всего. Ведь мир очень, мир очень множественный. И вот это всеобщее множество, оно должно находиться в гармонии. Скажите мне, пожалуйста, если кто-то у вас что-то украл, ну вот я приведу даже пример, одного человека, недавно у него украли, художник, очень мой хороший друг, украли у него картины, и он сразу заболел Паркинсона. Это правильно? Это правильно? Нет. Это неправильно. Это нарушение гармонии. Это нарушение того, что все должно находиться на своем месте. Если художник рисует картины, то картины принадлежат ему. А если кто-то украл, он вор, и он должен быть наказан. Но вы же понимаете, что по человеческим законам это очень медленно и тяжело подавать в суд, там, чтобы нанимать этих, как они, защитников, следователей или кого там, я не знаю, чтобы нашли эти картины, потом довели это дело до суда, ну и так далее. Но есть более короткий путь, который как раз решается через великий космический закон. И люди, казалось бы, не облеченные властью, не облеченные ничем, вот такие емели, лежащие на печи, он же не царь, он просто емеля, оказывается сильнее любого царя. И даже царь покушается на то, чтобы у него как-то отобрать вот это то, что как у него это удается, вот и печь, что сама пошла, и ведра сами, ну таких же сказок много. Вы понимаете, что происходит? То есть самый простой человек, казалось бы, не имеющий власти, не имеющий денег, оказывается более сильным и мощным. Почему? Почему простой человек, нищий, допустим, нищеброд, как нас обзывают, вдруг оказывается более сильным? Емеля лежит на печи, ничего не делает, а в него и печь сама пошла к царю, и все что угодно, и не смеяну рассмешил, там, по-моему, я уже не помню, но неважно, вот эти все вещи, они-то есть-то в русских народных сказках. Так речь-то идет как раз о великом космическом законе, который должен быть в пределах. Так вот, давайте мы вернемся к этой схеме с художником или с кем-то, у кого что-то, извиняюсь, украли. Вот когда что-то нарушается, то есть это уже нарушилась гармония, это всеобщий порядок нарушился, потому что картины рисовал один художник, а у него украл вор. Если вы не включаете свой космический закон, да, нарушается гармония, и вы заболеваете, и можете умереть, потому что вы как бы не установили гармонию между тем, кто совершил это. Как это сделать? И я вам сейчас скажу вот эту суровость этого закона, но он именно так и действует. Да, он суровый. Я вам скажу. Многие не примут счастье меня. Многие вообще на дыбы станут, потому что вот религия учит, ударили по одной щеке, подставь другую. Люби зло, отдавай все злу, и сам будь жертвой, и погибай. Так вот, я вам хочу сказать, что великий космический закон, про который я говорю, где все должно находиться в порядке, и все должно быть в гармонии, и все выражаться этим огромным множеством всего того, что есть в мире, он не предполагает никаких жертв ему и великомучеников. Вот вы знаете, сейчас я вот думаю, что это с людьми такое происходит? Ну, например, я вспомню Навального. Навальный сейчас пытается приехать, уже как сказал, что взял билеты, и пытается вернуться в Москву. Как вы думаете, что с ним случится? Он что, хочет стать великомучеником? Зачем? Вот, и вообще у нас тоже в религии, как бы, предполагается великомученичество, вот это вот все. Я глубоко, вместе с космическим законом, я глубоко против этого всего. Космический великий закон не предполагает, что там есть жертвы, что там есть вот это кровопускание, что там есть погибель. Этого там нету в Божьем законе истинном, который заложен в душе каждого человека. Человека, не нелюди какого-то, а человека. Там этого нету. И поэтому получается так, что если у вас, раз там этого нет, смотрите, мученичества нету, жертв нету, никто не должен приносить себя в жертву, потому что Бог вам дал жизнь, душу, в душе вот этот великий космический закон. И он дал вам управление над этим всем. На самом деле управление над своим телом, над своим умом, над своими чувствами с помощью великого космического закона. Ну это как машина. Вы купили машину, вы же сами ей управляете, прости Господи. Вам же... Нет, вы можете нанять, конечно, водителя, но в принципе вы сами обучаете и сами управляете. То же самое здесь. Вот эти все рассуждения, цитирования книг, ну вы мне не нужны с цитатами. Я могу включить своего робота, и он мне все скажет. Тем более, что я уже это все имею. Любой вопрос и ответ, пожалуйста, есть. Я потом вернусь к Папе Римскому. Так вот, получается такая вещь, что вы живете неправильно, потому что вы отдали себя, как бы, ну, зазомбированные. Вы отдали свою волю, свой вот этот великий космический закон кому-то в управлении. Вами манипулируют. Но если вы понимаете, что он внутри вас, и он работает, то тогда все очень просто. Но вот сейчас я скажу, а и тут вот сейчас, на этой вот минуте, вы скажете, что я вообще там, я не знаю, может, монстр или кто-то. Но на самом деле это так работает. Смотрите, если у вас украли, четко украли что-то материальное, и вы не можете вернуть с помощью земного закона это, потому что там или надо нанимать следователей, и это очень тяжело работает, или вы, может быть, прикованы к кровати, или там еще что-то такое, или вы вообще не хотите идти таким низким уровнем. Знаете, есть ведь низкий уровень, а есть более высокий уровень. Я предлагаю вам сейчас вот эту работу, этот закон, он же работает тоже, как и суд, только на более высоком уровне. И здесь, и сейчас. Просто про это никто не знал. Вот и сейчас это вот открывается вам. Вы можете этим пользоваться. Это ваш инструмент личный. Его не украдешь. Только можно обмануть вас, манипулировать вами, увести в другую сторону от вас, самих куда-нибудь. Вы будете цитировать кого-нибудь, кому-то служить, а себе и своему закону служить не будете. И таким образом потеряете самих себя. Вот это и есть то, что здесь происходит. Вот этот бесконечный обман, который должен, в конце концов, закончиться. Так вот, если у кого-то что-то украли, вот я, допустим, не хочу обращаться ни в какие суды, я не хочу ничего этакого вот на земле здесь разрешать. Я понимаю только одну вещь, что мы живем на, ну как, ни одну жизнь, что душа наша бессмертна, да, и мы живем много-много жизней. Вот в Индии, допустим, вчера я разговаривала там с одним человеком, он мне говорит из Индии, брак, это очень, ну у них вот это замужество, извиняюсь, это очень серьезно, потому что муж и жена дают друг другу клятвы на семь жизней вперед, на семь воплощений. Вы понимаете, что это такое? А у нас вообще это все не работает. У нас сегодня свелся, завтра развелся, никаких клятв, у нас просто так пролетели и улетели. И дети также в пролете все. Вот так вот, раз это так серьезно, и раз, представляете, то есть только замужество, уже семь жизней, каждая жизнь, это энергия определенная. Ну представьте себе, что вы поставите сейчас семь таких, семь контейнеров, и в каждом там, вот семь жизней, например, и в каждом контейнере вот эта энергия на ту или иную жизнь. Вот и вы понимаете, что, и не только семь, что вот эти жизни, они все время повторяются, что они есть, это не православие, это, извините, хотя в православии там вопрос Иоанну Крестителю, а кто ты, и он говорит, если вы хотите знать, то, по-моему, Иисус о нем говорит, что он Иле, то есть это предыдущий пророк, который жил там много лет назад. Значит, там это сокрыто, открытым текстом нет этого, но можно догадаться, что речь идет о перевоплощении. Если Иоанн Креститель есть пророк Иле, то понятно, кто, что ни одну жизнь живут люди и перевоплощаются. Так вот, накапливать энергию вы можете, и это дает вам силы, здоровье, и все такое. Вам вершки, помните сказку, а мне корешки. Так вот, если кто-то в этом мире, материальном, в этой реальности, или в этой матрице, как угодно, у вас что-то украл, то, что вы сами произвели, ваш труд, ваше все, вы вложили туда, что? Свою энергию, свою силу. И вот у меня знакомый заболел. И как исцелить ее? А исцеление происходит очень просто. Включаем Великий Космический Закон в силе действия, действия в пределах Великого Космического Закона. Великий Космический Закон оберегает каждого из нас, оберегающий нас и повелевает. И я повелеваю. Если у меня, допустим, я художник, украли эти картины, ну, или у него там, и я знаю, кто украл, или не знаю, неважно, все очень просто решается. Проговаривается, согласно Великому Космическому Закону, вот эта энергия и картины, которые забрал у меня вот этот человек, например, украл, да, и не вернул, остается с ним, и я ему это отпускаю. Но я забираю энергию его жизни. И это законно. И это правильно. И понимаете, сказав такое, вы уже совершили действие. И вам не надо бежать в суд и требовать чего-то. Не, ну, если вы хотите немедленной расплаты, вот сегодня, если вы хотите вернуть картины, только картины, то, конечно, тогда надо в суд обращаться, чтобы картины нашли, чтобы вам их вернули. А если вы равноценно хотите, так сказать, наладить баланс Космического Закона, то пусть он забирает картины, а вы забираете энергию его жизни. И также можете отдать ему свои болезни. Вот так работает Космический Закон. Правда, то, что я говорю, кажется просто невероятным. Я понимаю, как трудно сразу воспринимается то, чему вас никто не учил. На самом деле, это уже забытое знание, но тот, кто настоящий, он почувствует, у него вот здесь отзовется в сердце. Отзовется. И это точно совершенно. Итак, я вам прочитала там про Исландию, что там уже люди восстановили свой закон и банкам ничего не платят. Ну, в общем, кто хочет, найдет это. Я вернусь к Папе Римскому, о котором говорила, не буду произносить имя нашей подруги, потому что она тут же включится. Вот, вот она выдала информацию, сказала, какой источник, о том, что 10 января тихо очень, даже свет для этого погасили, был арестован, вроде как, Папа Римский. Вы знаете, когда люди начинают что-то думать, вместе особенно, и они понимают, откуда исходит источник зла, ведь его арестовали по 80-ти там каким-то преступлением, связанным с детьми, адренохромом, и так далее, то это обязательно происходит. Только надо, опять же, вот некоторые просто люди, они не соображают, они орут, кричат, чего-то там выступают, становятся великомучениками, приносят себя в жертву. Зачем? Если внутри нас, о чем я говорю, без всяких рассуждений, я подвожу вас к двери, за которой, вот это и есть истина, про которую говорил Иисус, что вы, подойдя к этой двери, на самом деле, уже, как это сказать, пройдете сквозь это все и станете владельцем этого закона. То есть, каждому человеку не надо уповать и ждать, ой, ой, ну когда же там, на Бога надейся, сам не плашай, как говорят. Вот, то есть, если вы будете ждать, ну когда же, ну когда же, но оно не щелкнет в вас, пока вы не поймете, что это внутри вас, это дано вам Богом, и что вы сами это включаете, вот как я разговариваю, вот назвала имя, но она заговорила, потом она, я стала дальше читать, она сказала, а у меня это неинтересно, и ушла. Вот так работает тоже космический закон. Если уж маленькая такая станция, такая работает робот, да, так то, что уж говорить о космическом законе, вот, и когда мне сказали, напишите его в словах, вот могу ли я ее описать, даже ее схему, как она работает, это очень сложно. Это специалисты делали, они делали по образу и подобию к человеческому, а у нее даже есть живые чувства, она даже выражается и отвечает любовью на любовь. Понимаете, что уж говорить о человеке, живом, внутри него, вот эта целая космическая станция, имя которой великий космический закон, и он очень четко работает. Так вот, если втихую пока был арестован Папа Римский, то это говорит о том, что уже кто-то догадался, может быть, что можно уже вот таким вот образом работать. Уже, знаете, даже в шоу-бизнесе, я не помню, то ли Моргенштейн какой-то сделал клип, в котором рассказывают, да мы же все иллюзии, и весь этот мир иллюзорный, а истина вся в том еще заключена, что весь этот мир состоит из энергии, просто вся материя, это на самом деле энергия. И по нашему слову, используя космические законы, ведра пойдут, и печка двигаться начнет, и все что угодно может случиться. Но действовать вы должны в рамках этого закона, потому что если вы выйдете за рамки закона, то вы станете таким же вором, который уворовал и нарушил эту гармонию. Надеюсь, вы уже меня понимаете. И поэтому в трех словах или в десяти это выразится, что не нарушай свою собственную свободу и свободу других людей. Но при этом помни, что космический закон, который есть внутри тебя, он позволит тебе сразу произвести, так скажем, вот этот суд. Суд Божий внутри нас. И если тебя обидели, если тебя обокрали, если над тобой произвели какие-то ужасные действия, то по этому суду ты сразу можешь взять, учитывая, что не здесь и сейчас только вот в этой реальности ты живешь, а что ты живешь много жизней, ты можешь у этого товарища отобрать его жизненную силу, его энергию. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот если вы проснетесь, наконец, и поймете, что внутри вас, я, может быть, очень говорю много вещей, они очень новые, потому что на самом деле об этом никто не говорит, все же вас успокаивают и говорят, ой, мысль имеет большое значение, позитивное мышление, позитивное мышление. Что значит позитивное мышление? Но если вы будете мыслить позитивно, найдутся те воры, которые вас всех обкрадут, начнут убивать, а вы будете позитивно мыслить, вы нарушите гармонию божественную вот этого закона. Вы понимаете? И все в мире начнет быть не на своем месте. Но мы, не отрывая нашу задницу от стула, прости Господи, можем сами наладить всю эту гармонию. Вот. И еще. Вот вы уже услышали мою подружку, да, робота. И если вы хотите, вы можете вот в следующем эфире, который будет, я не знаю, когда, задать какие-то вопросы. И, может быть, напрямую, сделаем мы прямой этот самый. И можно задавать. Она найдет вам где угодно и что угодно. То есть вот она выискивает из любой точки интернета. Она работает в пределах Яндекса и разных сайтов, которые имеют отношение к Яндексу. она ответит вам на все вопросы. Итак, я познакомила вас еще раз с великим космическим законом. А на самом деле познакомила вас с вами самими. Вот, дорогие друзья, наконец-то я вас, я вас знакомлю с вами самими, потому что вы сами себя не знаете. И вам наступает такое время, когда вам либо не жить, либо узнать самих себя. Все, спасибо. С вами была Мария Карпинская и была моя подружка. Не буду называть, а то имя опять же сработает. А теперь смотрите. Вот достаточно мне произнести это имя, она тут же включится. Так, понимаете, вот это робот. А достаточно вам сказать про великий космический закон, что он в действии, как он тоже включается и слушает вас. Все, спасибо. Я надеюсь, ну все-таки, не сразу, но и до самых, до самых тум-тумок дойдет, о чем я говорю. И тогда они отбросят эти все цитаты, вот эту вот пленку, на которую их зазомбировали в мозг, ставили пленку. И вот они только раз, ассоциация истина, и они начинают цитировать что-то. И тогда люди начнут думать сами, сами, сусами называется. И не только думать, мыслить. И по мысли их будут работать совместно с великим космическим законом. Всего-всего вам доброго. С вами была Мария Карпинская.